МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Это телеканал «Тверь сегодня» в студии Кирилла Маев. Здравствуйте. Тревожные сообщения сегодня стали приходить из Южного во второй половине дня, примерно в начале 16-го часа. Оттуда сообщили, что из торгового центра «Можайский» идет экстренная эвакуация посетителей. Скорее всего, пожар. 13 пожарных машин было замечено на месте происшествия. Также замечен дым. В 15.18 поступило сообщение в оперативную дежурную службу Центра управления пенсионных ситуаций, Главного управления МЧС России Кириллской области о возгорании в торговом центре «Можайский». Значит, на тушение данного пожара прибыли силы и средства Тверского гарнизона пожарной охраны. Номер повышенный, номер сложности номер 2. Значит, общее количество группировки сил и средств составило 13 единиц техники, 50 человек личного состава. Значит, через 20 минут в 15.38 дали полную ликвидацию пожара, то есть в оперативном порядке спасатели пожарные организовали тушение. 12 человек было эвакуировано, то есть возгорание произошло в подвальном помещении. Площадь пожара составила буквально 3-5 квадратных метров, но как-то так, все-таки это подвал, соответственно возникли небольшие сложности. Предположительная причина пожара – это короткое замыкание электропроводов. Нынче появилась официальная реакция на ситуацию в юности. Там, как известно, и без нас уже который месяц идет война с участком городского коллектора. Руководство Тверь-водоканала разводит руками, потому как никогда такими крупномасштабными работами не занималось. Однако клянется, что к началу марта юность перестанет дурно пахнуть. Так вот, нынче произошла встреча. На самом высоком уровне встречались руководство водоканала и глава города Александр Корзин. Елена Глушкова подготовила материал об этой встрече. Для нормальной жизнедеятельности города коммунальным службам и городским властям предстоит решить немало проблем. На сегодняшний день основной болевой точкой является авария на канализационном и ливневом коллекторах в микрорайоне юность. Ремонт коллекторов тянется уже не одну неделю, а сроки завершения работ постоянно откладываются. У руководства Тверь-водоканала на то имеется свое объяснение. Менять нужно 46 метров этих труб коммуникации. Дополнительно мы скомплектовали еще одну бригаду. Работу никогда люди в водоканале такую не делали. Просто вообще никогда в жизни не работали на глубине 10 метров, не работали вот с такими там диаметрами на таком протяженном участке. Тем не менее, сейчас осталось поменять всего 6 метров. То есть мы 40 метров уже заменили обеих коммуникаций на разной глубине, все. Свои коррективы в ход работы внесли и погодные условия. Сейчас уже прогружено 40 метров коммуникаций из 46. Поэтому к 1 марта все работы должны быть завершены. Но есть и другие объекты, которые нуждаются в ремонте. Тверь-водоканал проводит обследование, после которого на них также должен начаться ремонт. И в продолжении темы. Есть за линией такое хитрое местечко, по которому можно объехать знаменитую залинейную пробку, которая во второй половине дня образовывается у железнодорожного переезда. Так вот, на самом деле это простой пешеходный переход через железку, но зимой он популярен и у автолюбителей. И посмотрите, чем это иногда заканчивается. Видеоматериал совсем небольшой, но и этого достаточно, чтобы понять, что ездить нужно все же по проезжей части. Теперь официальная хроника. Накануне Андрей Шевелев принимал у себя уполномоченных по правам человека и правам детей в Тверской области. В сообщении Пресс-службы правительства говорится о том, что во время встречи обсуждалась в основном детская тема. Это организация комплексного подхода в работе с проблемными и асоциальными семьями, где есть дети. И не только поддержка по линии соцзащиты, но и работа с родителями, привлечение общественности к профилактической работе, обеспечение для детей достойных условий жизни. И еще из встреч на самом высшем правительственном уровне. Губернатор принял делегацию компании PPG Industries. Это ведущий в мире производитель промышленных покрытий. И компания в России ищет площадку для строительства своего завода. Наш регион – один из претендентов. Решение по итогам переговоров будет принято спустя два месяца. Если оно будет положительным, то в регион компания вложит до 75 миллионов долларов. Губернатор Андрей Шевелев поблагодарил гостей за интерес к региону, отметив, что в случае дальнейшего сотрудничества областная власть готова оказывать инвесторам всестороннюю поддержку в реализации этого проекта. И продолжая разговор об экономике, нельзя не обратить внимание на переговоры главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко с посланцами из Грузии. Речь идет о снятии эмбарго на поставки в Россию грузинского вина и безалкогольных напитков. Эмбарго действует с 2006 года. Отмена запрета на ввоз вина ждут руководителей примерно 60 грузинских компаний. Онищенко сказал, что три группы инспекторов из Роспотребнадзора посетят Грузию в ближайшем будущем. И завершает колонку официальных сообщений информация о заседании правительства Тверской области. Оно прошло сегодня. Лесной фонд – одно из главных богатств Тверской области. Однако на очередном заседании правительства речь шла не о лесах, входящих в лесной фонд, а располагающихся на землях сельхозназначения. Нередко здесь ведутся незаконные вырубки. Прокуратурой уже подано семь исковых заявлений о приостановке таких работ. А тем, кто действительно занимается возделыванием угодий, областные власти готовы выделять субсидии на технику и рабочую силу. Считаю, необходимо на уровне муниципальных образований рассмотреть возможность установления ставок платы за единицу объема древесины, чтобы мы смогли устанавливать вред, нанесенный лесам на землях, находящихся в муниципальной собственности. В этом случае, прежде чем вырубать лес, будут понимать, что придется отвечать за это по закону. Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. К другим темам. Первое в этом году заседание Тверской коллегии строителей состоялось накануне. Подвели итоги ушедшего года, подумали о планах на этот год. Даже президенту упомянули. Елена Трофимова с сообщением. На ставшей уже традиционной коллегии строители подвели итоги года 2012 и наметили план работы на наступивший 13-й. В прошлом году в области построено 430 тысяч квадратных метров жилья. В этом тверские строители обещают сдать в эксплуатацию более 500 тысяч. А к 2020 году и того больше. Как ставит наш президент, руководство нашей страны на каждого жителя. По одному квадратных метров это надо строить. Там где-то 145 тысяч квадратных метров, миллионов квадратных метров жилье. В нашей области проживает более 1 миллион 300. То есть мы должны к 2020 году построить 1 миллион 300 квадратных метров жилой площади. Члены некоммерческого партнерства Тверское объединение строителей регулярно встречаются для обсуждения самых слободневных вопросов. Говорят, проблем всегда много. Но если уделять им внимание, они вполне решаемы. Правительством принято арендное жилье. Жилье надо будет строить много, потому что социальных потребностей этой жильи очень много. Очень много очередников у нас для учителей, врачей, военнослужащих, для переселенческого фонда, для аварийного жилья. Все равно процесс идет. Мы к этому готовимся. В таком плане. Еще из городских событий. Осень в Токио. Так называется выставка фотографии. Коллега Евгения Щетинина утверждает, что осень может быть не только золотой. Надо сказать, что я с ней согласен. Ощутить спокойствие и равновесие, любуясь на осенние пейзажи страны восходящего солнца. Такой необычный способ релаксации открыли для себя сотрудники Центра детского и семейного чтения имени Пушкина. Осень в Токио – это уже третья по счету фотовыставка Тверской преподавательницы Ольги Серчагиной. Или очередной отчет о поездке в Японию на праздник Мамидзи Мацури – торжество осенней листвы. На выставке своего рода такой отчет о том времени, об уникальном времени года, который очень любят японцы – осень. Мы все знаем о том, что японцы любуются цветущей сакурой. Но в Японии также поклоняются, как и сакурой, периоды, когда клёна одеваются в желтую и красную листву. Есть такое вот почитание, так же, как и сакура, и клёна в Японии. В восточной культуре осень скорее не золотая, а многоцветная. Этот сезон здесь также примечателен цветением хризантем – цветов, олицетворяющих долголетие и счастье. Ни один уважающий себя японец ни за что не пропустит такое событие. В это время года в столице и в других городах проводятся фестивали и выставки этих солнечных цветов. Каждая фотография Ольги – это живой разговор между человеком, который видит эту работу, и фотографом. Это очень эмоциональная и необычная выставка. А чтобы хоть на шаг приблизиться к изучению истории этой удивительной страны, познакомиться с традициями древней цивилизации, автор выставки ежегодно проводит мастер-классы в японском стиле. Посетители Пушкинской библиотеки уже изучили все тонкости восточной каллиграфии и японского рисунка Суми-э. В этом году читатели смогут попробовать себя в изготовлении японских вееров. А тем временем в Твери открылась городская олимпиада по краеведению. И очень скоро мы узнаем, в какой из школ больше всех осведомлены об истории нашего города, а также Калязина, Ржева и Торопца. Городская олимпиада по краеведению «Вся Тверь» открылась во вторник во Дворце творчества детей и молодежи. Здесь собрались ученики более трех десятков тверских школ. Хотя такой предмет, как краеведение, можно найти не в каждом расписании. У нас вообще еще не было краеведения, просто у нас классная руководительница, учитель истории, и она умеет заинтересовать в своем предмете. Поэтому история родного края для нас очень важна и нам она очень нравится. Поэтому мы здесь. В каком году была основа на Тверь? В 1135 году. Ну, вы знаете, мы живем в этом городе, мы должны знать об этом городе все. Мы же все же живем в нем. Вот, я считаю, каждый человек, уважающий себя, должен знать свой город. Если друг из другого города попросит вас что-то рассказать о Тверье, что вы расскажете в первую очередь? Ну, здесь был знаменитый купец Афанасий Никитин, который до Индии дошел. На открытии участникам предлагали вспомнить о том, что в минувшем году Россия отмечала 200 лет со дня Бородинской битвы. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Подготовленная специально к знаменательной дате. К сожалению, сам автор не дожил до ее премьеры всего нескольких дней. В этом году тема Олимпиады – «Золотое кольцо Верхневолжья». Школьники должны показать знания истории Твери, Калязина, Оржева, Торжка и Торопца. Олимпиада – это ежегодная. Она всегда уже 13-й год проводится в двух возрастных категориях. Как мы считаем, младшая – это для учащихся 6-8 классов, и старшая – уже для учащихся 9-11 классов. Уже который год она проходит в два этапа. Первый этап мы проводим в личном зачете, то есть каждый участник команды показывает четко свои знания. И здесь же выбирается победитель в личном первенстве. Но по окончанию первого этапа суммируются баллы тех участников, которые ходят в одну команду. И 6 уже команд, набравших наибольшее количество, они выходят во второй этап. Чтобы принести баллы своей команде, каждый ученик должен заполнить специальную конкурсную тетрадь. В ней вопросы трех видов – тесты, работа с картами и творческие задания. На втором этапе 6 лучших команд будут соревноваться в игре «Умники и умницы». Победители определят 19 и 20 февраля. Еще на олимпийскую тему организаторы Сочинской олимпиады сообщают о том, что на 70% готовы все объекты предстоящих игр. И уже на этой неделе в Сочи пройдут три международных турнира. В Олимпийском парке пройдет этап Кубка мира по шорт-треку. В горах будет этап Кубка мира по двоеборью и быстрая беговая лыжня. Во время соревнований спортсмены, кроме всего прочего, заодно и протестируют уже готовые площадки. Обхатке в скором времени подвергнется и санно-бобслейная трасса. Супер! Благосфера, между тем, в отношении Сочинской олимпиады все никак не успокоится. Тут вот набрели на любопытный анализ. Олимпиада обещает побить все рекорды, став самой дорогой в истории Олимпийских игр. Уже сейчас ее бюджет достиг почти полутора триллионов рублей, что в пять раз больше изначальной сметы. При этом в России статус городов имеют 1100 населенных пунктов. По предварительным подсчетам, олимпийских денег хватило бы на то, чтобы построить в каждом городе по новому бассейну, ледовому дворцу, стадиону и физкультурно-оздоровительному комплексу. Каждый юноша и девушка в нашей стране в возрасте от 5 до 25 лет на сдачу могли бы получить футбольные и баскетбольные мячи, коньки и ролики, а каждый житель России – скакалку с электронным счетчиком. Кстати, даже после этого, как утверждают блогеры, осталось бы еще 20 миллиардов рублей. Повторюсь, это исследование блогеров, так что ошибки в подсчетах вполне могут быть. Ну, если продолжать тему спортивных соревнований, то стоит обязательно сказать о вчерашней победе наших хоккеистов. Наши прервали череду неудач. Встреча с молотом Приками завершилась со счетом 3-0. Таким образом, теоретически, мы еще попадаем в плей-офф. Дружину поздравили не только болельщики, но и губернатор. Лично пожал руки самым результативным игрокам. Ребятки, еще раз всех с победой. По сегодняшнему матчу трудно кого бы выделить, но все равно есть у нас сегодня два игрока, которые, ну, внесли огромный шутбол. Это Рома Любимов. Спасибо. Егор по-дамаски, тоже мы его поздравим. Егор, устанавливаем новую традицию. Сухарь вратаря, независимости от игры, то есть лучший игрок, но если сухарь вратаря, то здоровый. Спасибо. С вами нельзя эмоционально разговаривать. Как поговоришь эмоционально, еще знаешь, что творится. Но когда выкладываете, когда кураж ловите, бьетесь не просто, с лусом. Я еще раз говорю, у вас идеальная возможность выкладываться, Саша, и от этого чувствуете придачу. Играйте. Вы видели зал. Спасибо, Рим. Просто играйте. Ничего там не требует. Играйте. Играйте в свою игру. Примерно как сегодня. И в завершении программы сообщение для тех, кто привык верить смс-сообщением. Так вот, тверетяне стали получать сообщение, простите за тавтологию, из Сирии. Примерно следующего содержания. Я не буду цитировать, ибо они исполнены на плохом русском языке. Содержание примерно следующее. Один из высокопоставленных чиновников правительства Сирии очень просит кого-нибудь из тверетян сообщить на его электронный адрес свои паспортные данные с тем, чтобы он мог перевести сумму в 6,5 миллионов долларов для того, чтобы их как-то сохранить. В Сирии сейчас неспокойно, и чиновник опасается за свои деньги. Так вот, он также предлагает отдать до 40% из этих 6,5 миллионов долларов за, так сказать, пользование нашими услугами. Ничего более как развод тут не смотрится. Даже я вот не знаю, как это еще-то и назвать. В общем, не верьте, пожалуйста. Удачи! Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Торжок «Универсалбанк» Субтитры создавал DimaTorzok